Здравствуйте! Впервые в Самаре пройдет фестиваль для первокурсников «Самарский студенческий дебют». Что это за фестиваль, как в нем принять участие и судьи кто? Об этом говорим. В нашей студии организатор фестиваля Наталья Астанина и член жюри танцевального направления, скажем сразу, Александр Степченко. Здравствуйте! Давайте начнем с того, когда он состоится, когда пройдет и где. Ну, фестиваль уже стартовал, уже прошел период приема заявок. Проходить все это будет, естественно, у нас в Самарской области. Это первый фестиваль такой для нас, ранее никогда не проводился. Он проводится, организатор данного фестиваля, Самарский дом молодежи, проводится при поддержке Департамента по делам молодежи, Министерства образования Самарской области. Статус областного фестиваля. Да, это областной крупный фестиваль. Участвуют вузы, крупнейшие вузы Самарской области. Александр, скажите, ваша задача, миссия, что будет, как вы попали вообще в жюри, кто вас пригласил, как вы к этому отнеслись, к такой идее? Ну, меня пригласил Самарский дом молодежи, вот, попал я, наверное, за свои заслуги, вот, перед отечеством, скажем так. Как все, ну, моя, как бы, миссия? На самом деле, моя миссия, во-первых, поддержать все таланты, которые там будут, вот, то есть, направить их на путь истинный, потому что они только-только, это первокурсники, они вступили, у них кровь кипит, они всего-всего-всего хотят, в творческом плане, соответственно, в первую очередь. И поэтому их, всю их энергию правильно направить в правильное русло, чтобы они дальше развивались и развивались, и вышли не только замечательными специалистами того или иного, соответственно, учебного заведения, но и еще и талантливыми, соответственно, вот и все. Но могут принимать участие как любители, так и, наверное, те люди, которые давно уже занимаются танцами, да, и вы сразу эту разницу разглядите. Есть только. А как же будут выбираться победители? По каким критериям? Потому что понятно, что разница есть. Человек, который долго танцами занимается, и тот, кто только вот любит танцевать, и выходит тоже на сцену. Ну, мне в этом плане может быть немножечко попроще, потому что у меня направление уличные танцы, и в уличных танцах именно по сути все может быть очень-очень непредсказуемо. Зачастую какой-то танцевальный опыт он может даже помешать какой-то креативности, каким-то новаторским идеям, какому-то просто дерзкому отношению к той или иной постановке. Поэтому здесь очень интересно, в каком-то смысле это бои без правил вообще получаются, такие танцевальные непосредственно битвы. Посмотрим, посмотрим, как это, что будет. Также не запрещается, я так понимаю, студентам более, ну, соответственно, кто старше, по второму, третьему, помогать, принимать участие. Поэтому, я думаю, это очень хорошая такая коннект, коллаборация именно старшего и молодого поколения уже внутри учебных заведений. И они с друг другом по взаимодействию, кто уже участвовал в других фестивалях, поделятся опытом сновь прибывшими. И я думаю, будет какой-то такой очень классный симбиоз. Мы прямо в ожидании, мы в ожидании, что будет какая-то в хорошем смысле бомба. Да, ну, это очень хорошо. Уже заговорила Александра о таких каких-то задачах, да? Задачи самого фестиваля, вот эта идея, зачем он нужен? Ну, главная идея, конечно, это вовлечь вот в эту творческую деятельность вузовскую, показать, что можно не только учиться, можно еще и как-то творчески развиваться, что это не только учеба, зубрежка, как бы много интересного есть в студенческой жизни. Развитие разносторонней личности, да? Ну, и это такая ступенька. У нас есть большой студенческий фестиваль «Самарская студенческая весна», и наш фестиваль – это вот такая проба пера. Они могут себя попробовать, показать что-то, какие-то номера, жюри им подскажут, что может быть доделать, и далее у них есть возможность попасть на ту самую самарскую студенческую весну. Естественно, у нас участники только студенты-первокурсники. Вот в чем еще большой плюс нашего фестиваля? Студенты старших курсов могут помочь первокурсникам, могут им поставить даже целый концерт, наверное, могут рассказать, как это сделать. Если это сделают сами первокурсники, будут режиссерами своего концерта, это будет прекрасно. У нас даже есть отдельное направление, в отличие от той же студенческой весны, то есть есть отдельное направление режиссура, где именно будут оцениваться режиссерские таланты наших студентов-первокурсников. Может быть, правда, есть не только там певцы, актеры, может быть, там есть… То есть режиссура, танцы, что еще? Какие номинации? Музыкальное направление – это все, что связано с вокалом, с инструментальным исполнительством, видео, режиссура отдельно и оригинальный жанр. Да, интересно. Оригинальный жанр – это уже такое, даже можно сказать, мастерство, да? Не каждый сможет омолодеть. Ну, да, это очень редкое направление в наше время. И как бы кто ни помогал из старших курсников, придется самим выходить все-таки на сцену. Саша, скажите, вы уже видели участников выступления? Я со многими знаком, заочен на всевозможных фестивалях других, да? И примерно-примерно представляю, что меня ждет. Какой уровень, да? Да, но я надеюсь, что меня будут еще-еще больше удивлять. А чего вы ждете удивления? От чего? Вот вы такой креатив отметили, еще что? Чем вас можно удивить? Лично мне очень… Участник таких многочисленных шоу и конкурсов, чем вас можно еще удивить? Ну, на самом деле, мне нравится, когда какие-то новаторские идеи новые приходят. То есть для меня танцор, он, как говорится, пионер, он первооткрыватель. Вот, то есть что-то, 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 но того, что я еще не видел. Вот, то есть как-то в другом ключе, с другой стороны, другим концептом показать. Вот, плюс выражение себя, что это действительно было не слизно где-то с интернета, еще что-то, а именно свое представление. То есть именно оригинальность, в первую очередь, для меня важна. Вот. Ну, и не забываем про технику исполнения и про знание. Потому что, как говорится, многие знают, что там то или иное направление называется так-то, а исполняют совершенно-совершенно все это по-другому. Поэтому, чтобы название с содержанием совпадало. Наталья, скажите, насколько масштабный этот фестиваль, сколько всего участников, сколько было заявок, и как они отсеиваются на этапе уже прохождения каких-то конкурсов? Ну, заявки у нас никак не отсеиваются. Фестиваль масштабный, фестиваль проходит на территории Самарской области. Любой вуз, находящийся в Самарской области, может подать заявку. Заявки принимались только именно от образовательных учреждений. Нет у нас такого, что есть какой-то конкурсный день, и вот отдельно студент поет или танцует, вот там какой-то номер поставил. Такого, к сожалению, у нас пока нет. Потому что первый год мы только начинаем, пробуем, как интересно будет студентам, неинтересно, сколько первокурсников захотят участвовать. Ну, вот заявки мы принимали от именно учреждений образовательных. Всего будет участвовать 10 вузов, крупнейших вузов в Самарской области. В том числе и в Тольятти мы поедем, поедем в Кенель, в Самарской гау. Кстати, там будет как раз-таки первый концерт уже 7-го числа. Вот посмотрим, что они нам покажут. А вообще какие-то показательные выступления по факту уже, по завершению фестиваля будут? Нет, чтобы публика увидела тоже? Конечно, по завершению будет большой гау-концерт. Дату проведения сказать не могу, будет позже оглашена дата, пока это такая интрига. Пройдет все это в МТЛ-арене. Большой гау-концерт, где примут участие номера всех представителей, всех участников вот из этих 10 вузов. Естественно, мы пригласим туда вузы даже, которые не принимали участие, потому что... На следующий год они посмотрят и тоже захотят. Да, конечно, они посмотрят, на следующий год захотят. Ну и как-то... Некоторые вузы у нас очень долго думали. И вот буквально недавно, несколько дней назад, позвонили из одного вуза, тоже захотели уже подать заявку, но, к сожалению, у нас уже был сформирован график, и, к сожалению, не смогли их принять, но тоже очень хотели. Александр, перечислите, пожалуйста, те шоу, в которых вы участвовали, и назовите самое главное для вас, которое оставило вас неизгладимый след, потому что понятно, что каждое шоу – это эмоции и стресс, и демонстрация таланта и так далее. Ну, если телевизионные, то это «Минута славы», «Танцы без правил», соответственно, вот, «Большие танцы» и так далее. Не могу сказать, что какое-то одно, потому что они все разные по-своему. Каждое что-то принесло, какую-то частичку себя. Но если говорить по-честному, то больше для меня произвели впечатление не телевизионные шоу, а непосредственно наши профессиональные чемпионаты, батлы, фестивали, на которых мы участвуем по-профессионально. Потому что там не уходит немножко от творчества, там люди сосредоточены непосредственно на творчестве, а не на шоу, как говорится, в целом. Да, шоу есть шоу. Раскройте нам какие-то секреты, правду. Когда судят жюри, насколько все это стопроцентно объективно? Понятно, что со своим, со своей оценкой можно не соглашаться, а так вот, если в общем взглянуть, всегда ли это шоу, или все-таки, вот объективность, или все-таки элементы шоу, даже вот... На телепередачах или вообще в плане судейства? На теле. На телепередачах очень-очень тяжело. Тут очень часто смотрят на рейтинг, на то, как заходит, не заходит человек. Зачастую может талант сыграть... То есть человек может танцевать хорошо, но по каким-то либо причинам он не особо презентабельный, не особо продаваемый, так скажем, вот. И поэтому талант уходит на второе, соответственно, вот. И модное слово, как говорится, есть ли у него хайп, вот. Хайпа нет, до свидания, соответственно. Потому что это шоу, это рейтинги, вот. Все-таки критерии, оценки разные, что профессиональные, что вот это телешоу... Но при этом не хочется обидеть там победителей каких-то либо телешоу, потому что там ищут достаточно универсальных людей, чтобы они могли и танцевать, и показать шоу, и так далее. То есть, ну, как бы в комплексе, в симбиозе, вот. Вопрос, попадешь ли ты под те или иные критерии того или иного телешоу, это уже другой вопрос, вот. Наталья, вы будете участвовать в оценке конкурсов там? Или вы только как организатор выступаете? Есть. Еще какие-то у вас есть задачи? Есть задачи. Я также являюсь одним из членов жюри. А, ну вот. Тоже как бы... Что будете оценивать? Какую номинацию? Оценивать буду вокал. Вот вокал-то, мне кажется, вы и пропустили, когда все перечисляли. Нет, музыкальное направление – это как раз-таки вокал, инструментальное направление. Это вот, ну, все вместе. Все, что связано с музыкой. У вас есть образование? Да, конечно. Музыкальное, понятно. На что вы будете ориентироваться, когда будете оценивать участников? Александр свои критерии уже рассказал, потому что жюри – это очень важно. Как-то вот хочется, чтобы более ответственно даже вот к этому вопросу подходить. Потому что иногда смотришь телевизионное шоу и думаешь, вот смотришь на жюри и думаешь, вот что они вообще, куда они смотрят, как слушают и что видят вообще. Ну, с точки зрения вот меня как вокалиста, музыканта, это, конечно, должно что-то зацепить. Выбор репертуара, непосредственно вот это вот техническое исполнение, там вот чистота, точность – это все немаловажную роль, конечно, играет. Но и как человек себя покажет на сцене, как он подаст себя, как он исполнит свой номер. Артистические тоже качества, да? Ну, в музыке вообще все очень важно и очень все трудно объяснимо иногда. Иногда вот ты даже не знаешь, ну, просто тембром человек зацепил. Ты понимаешь, что у него очень хорошие данные, очень, ну, будущее есть у него, и хочется как-то поддержать и выделить. То есть вы основываетесь на свое впечатление, на свои ощущения, восприятие, восприятие прежде всего? Ну, не от меня, а всего остального. Ну, лично как вы будете оценивать? Понятно. Александр, расскажите о вашем дебюте, потому что фестиваль называется «Самарский студенческий дебют», и вообще дебют очень важен в жизни, в любой сфере, где бы ты ни продвигался. Как у вас, что вы можете назвать своим дебютом, как это было, вспомните. И что для вас в тот момент было важно? Не знаю, на самом деле был просто очень долгий путь, и на каждом этапе… Понимаете, за что я люблю танцы, в принципе, они достаточно отличаются от спорта. То есть, да, я к тому, что в спорте есть какие-то, ну, достаточно всем известные вершины, да, то есть чемпионат мира, олимпийские игры. Вот, то есть, выиграв их, можно уже считать, что какой-то статус есть, там, уходить на тренерскую работу и так далее. Вот, танцы – это творчество. То есть, сегодня ты победил, завтра ты проиграл, пришла молодая кровь, потом наоборот, то есть, вот каждый год какой-то новый чемпион, нет какой-то собильности. И этот путь танцевальный, он не прекращается никогда, то есть, он бесконечен. В этом-то вся и фишка получается, что можно расти в своем творчестве, в постановках до бесконечности, и никогда не будет вот этого потолка, ну, предела какого-то, в котором ты вот как бы вот я достиг, ну, и все, теперь можно успокоиться. Нет, эта гонка не закончится никогда, и в этом-то вся прелесть всего этого. По поводу дебюта, не знаю, я считаю, что свой основной дебют – это когда у меня родилась дочь, вот это мой основной дебют. Интересный поворот. И тогда я радовался бою больше всего, это перекрыло все-все-все какие-то, ну, то есть, мои танцевальные достижения. Вот, дебютом я считаю то, что я с возрастом, а возраст, к сожалению, молимый, все, уходит, уходит, уходит. С возрастом то, что я продолжаю оставаться в теме, продолжаю оставаться, продолжаю оставаться, ну, действующим танцором, который не ушел на тренерскую работу, а еще выступать. Вот, и постараюсь это делать до самого конца, чтобы лет в 50, в 60, придя сюда, мы с вами также поговорили, мне задали тот же вопрос, и я такой сказал, вот мой дебют, мне вот уже 60, а я продолжаю танцевать и так далее, и так далее. Я вот родился сын. Да, второй внук уже, может быть, вот, и так далее. Да, интересно мнение. Наталья, расскажите, как все это будет выстроено? Проводится конкурс, оценка, вот какой механизм вообще существует у этого конкурса? Это по аналогии со студенческой весной, либо как-то? Да, есть некоторые аналогии со студенческой весной, но вот единственное, главное отличие, это студенты-первокурсники, две трети всех участников, и как в номерах, так и в общем концерте, это обязательно студенты-первокурсники. Не исключаем того, что могут помогать и старшекурсники. Проводится так же, как и студенческая весна. Сейчас во многих вузах проходят посвящения студенты, либо вот именно фестивали, как студенческий дебют. У некоторых это называется студенческая осень. У всех по-разному. Сейчас они отбирают номера, вот, например, Самарский педагогический университет. У них сейчас проходит свой фестиваль. На каждом факультете они проводят концерты, у них также приходят жюри, отбирают номера, и потом они делают большой гал-концерт, на который уже приезжаем мы. И вот так во многих крупных вузах, где есть возможность набрать много студентов-первокурсников, проводятся вот такие вот концерты, и потом уже гал-концерт они представляют на суд нашего жюри. Какие-то поощрения, в том числе, может быть, и материальные будут? Конечно, будут подарки различные, будут отдельно подарки от организаторов. На каждом концерте будет небольшой сюрприз для участников. Это даже не обязательно участники именно концерта, это может быть кто-то даже из зрителей, особо выделившийся, очень страстно болеющий из-за своих. Может быть, даже такое. Призы, подарки, конечно, будут, спонсоры фестиваля, сейчас мы пока их не оглашаем, еще идут некоторые договоренности, но, конечно, все получат и грамоты, и почетные различные благодарственные письма. Потому что мотивация тоже очень важна для участия, где бы то ни было. Награждать будем еще по такому принципу, у нас будут лауреаты. Лауреаты первой, второй, третьей степени. В положении у нас все это прописано, какие количество баллов, на какое лауреатство наберешь, то и заслужил, скажем так. Все результаты будут оглашены на гала-концерте студ-дебюта уже в МТЛ-арене. Это тоже наше такое нововведение. В отличие от студенческой весны, там после каждого концерта, вот такого маленького, оглашаются результаты. Студенты сразу узнают после проведения концерта, что они получили там диплом, лауреатство, еще что-то. У нас это все втайне будет находиться до конца ноября, когда как раз-таки состоится гала-концерт. И все на гала-концерте узнают, кто что получил. Ну, тоже интересная такая идея. Александр, расскажите про танцы вообще, умение двигаться. Это такое врожденное? Это то, что уже тебе дано природой? Или, как говорят, даже медведям можно научиться кататься на велосипеде и танцевать тоже? Вот я тоже слышала мнение, что да можно любого человека научить танцевать или нет? Или вы, как уже профессионал, с этим не сильно согласитесь? Да нет, на самом деле тут палка о двух концах. И я считаю, если человек уже может ходить, двигать руками, ногами, то все возможно. Дальше просто происходит вопрос времени. Времени, которого у нас, как правило, не хватает. Не хватает усидчивости, не хватает. Все же хотят быстрее, быстрее, быстрее. У нас, в принципе, весь мир такой, все быстрее, быстрее. Хочет все информацию получать. И можно, я видел примеры, что ребята приходили, как говорится, прям вообще ноль в танцах. То есть никаких данных, никаких предпосылок. Никогда они не занимались в детстве даже какой-то спортивной секции. Приходили уже, так скажем, в более взрослом возрасте, 25, 26, 27 и говорили, мы хотим танцевать. Главное желание. Да, главное желание. И еще плюс правильно тренироваться именно вот здесь. То есть в голове. То есть правильный подход к тренировкам, правильная мотивация. И вот это вот огромное-огромное-огромное желание. Ну и немаловажную роль играет именно тренер, к которому вы попадете. Соответственно, тренер, студия, которая должна правильно раскрыть этот потенциал. Потому что зачастую у нас же, как это бывает, каждый суслик-агроном. Все же у нас умеют преподавать, да, и берутся. А это очень сложное мастерство, быть именно настоящим наставником, настоящим тренером, чтобы даже не столько научить какому-то элементу, сколько вдохновить и оставить человека. Потому что самое главное в танцах – это остаться в них. Вот честно. С возрастом, с всеми проблемами, с бытом, с непониманием общества, что ты занимаешься, чем ты занимаешься. Особенно там современными уличными танцами. Хотя сейчас уже общественность намного лучше смотрит и разворачивается. Там тот же брейкданс стал олимпийским видом спорта. И это как бы… Теперь можно приходить к маме и говорить, что я не просто так на картонке кручусь на голове, а я занимаюсь олимпийским видом спорта. Но это тоже отдельный вопрос для дискуссии. Вот, спорт и танцы, и творчество. Возвращаясь к вопросу. Да, можно научить человека, даже если у него нет никаких данных и так далее. Зачастую даже наоборот, люди, у которых нет данных, но есть хорошее желание, остаются в танцах больше и достигают больших успехов, нежели те, у которых уже есть какой-то потенциал. И они, говорят, проще не париться. То есть они… Ну, я как бы вроде умею, и зачем уже что-то куда-то больше, мне вот этого достаточно. То есть они не всегда проходят вот этот тернистый путь, потому что кто прошел тернистый путь, тот более ценно относится к своим знаниям, к своим навыкам, к тому, сколько он времени потратил. Вот, и не бросают, а более сокровенно относятся к своему умению, таланту и так далее. Какие танцоры на сегодняшний момент вас вдохновляют и сколько им лет? У вас так тема возраста красной линии идет. Ну да, потому что я сам уже не молод, и я очень часто сталкиваюсь с тем, что я встречаюсь сейчас именно молодое поколение и старое поколение. Очень интересно смотреть на их батлы, на их соревнования, на их вообще общение, как они с друг другом общаются, как они видят. Ну, естественно, присутствует такой момент, что старики говорят, что вот в наше время было лучше, а молодежь нет, и ему, соответственно, вот хочется с горячими глазами бежать. Это очень интересная такая тема. Меня вдохновляют, меня вдохновляют не какие-то мировые танцоры. Изначально, изначально меня вдохновил очень сильно клип Майкла Джексона на песню «Смук криминалс». Я лет в шесть, наверное, посмотрел, загорелся, но меня отдали в тэквондо. Вот, и как бы, да, я уже ушел немножко в другую степь. Но вернулся. Да, лет в четырнадцать, соответственно, вернулся. Вот, то есть до сих пор как бы этот исполнитель. Джеймс Браун, в принципе, своим творчеством и тому, как он относился к танцам тоже постоянно. Я вообще люблю именно взаимодействие музыкантов и танцоров, потому что это вот они бок о бок с друг другом идут. Вот, когда музыканты посвящают какие-то песни танцорам и так далее, вот, допустим, есть направление «Дэнс Холл» на Ямайке очень крутое, там обязательно на все ямайские вечеринки приходят исполнители, очень известные исполнители, там, Бенни Ман, тот же Шон Пол, которого все знают, смотрят, что танцуют на дискотеках, на вечеринках и смотрят, какие движения, и этим движением, этим танцорам посвящают целые песни, которые становятся мировыми хитами. Вот, то есть это очень здорово. Вот, приглашают танцоров к себе в звукозаписывающей студии, чтобы те послушали, потанцевали, как, в общем, можно под это станцевать, нельзя под это станцевать, то есть это очень-очень здорово. А про вдохновение меня вдохновляют очень сильно именно мои ученики, которые делают какие-то успехи. То есть, когда я вижу, что действительно произошел какой-то небольшой скачок, даже если он приехал на чемпионат и не выиграл его, он хотя бы просто прошел отбор, дошел до какого-то тура, меня это очень сильно заряжает, вдохновляет. Еще я вижу, как они с горящими глазами сами подходят и говорят, когда мы куда-нибудь поедем. А вот мы вот вернулись с прошлых выходных, а на следующих выходных мы куда-нибудь поедем, а мы вот готовы. А можно мы останемся на часик еще позаниматься сами? Или я прихожу в зал, а они уже стоят у двери из зала с наушниками, что-то тренируются. Вот, и это не может не вдохновлять, это не может не радовать. Это что учитель продолжается в своем ученике, а так вот из мировых танцоров, ну, честно, я ко всему отношусь с уважением, но так, чтобы вдохновляли, ну, больше нет. Музыканты и ученики непосредственно. Вот так. Да, смотрю на вас, наверное, вам нужно объединиться, Наталья, как вокалист. Записать, да, под меня трек какой-нибудь обязательно. Да, Александр будет. Все будет позже. Сопровождение танцевальное, и поэтому тоже что-то можно придумать, потому что каждая идея, в принципе, в творческом воплощении, она может найти свою реализацию, если к ней вот так подойти. Я думаю, не исключено, если какой-то номер творческий награл в концерте и покажет жюри. Симбиоз какой-то, да, 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 очень, да, можно что-то придумать. Как вы представлены в соцсетях, как вас найти, есть ли возможность у тех же студентов, друзей поддержать? Какая возможность поддержать участников есть? У нас будет проводиться, во-первых, конкурс зрительского голосования, при зрительских симпатиях, скажем так. Проводиться он будет в группе ВКонтакте, группа Самарской студенческой весны. Сейчас временно она у нас работает как самарский студенческий дебют. Да, если кто-то будет искать ее по прошлому какому-то визуальному ряду, то сейчас это там самарский студенческий дебют. Будем проводить, как я уже сказала, конкурс на при зрительских симпатиях. И после каждого концерта будем выкладывать фотографии каждого номера, и студенты смогут голосовать, выбирать лучший номер сначала у каждого отдельного вуза. А затем вот эти вот 10 лучших номеров, из них уже выберем лучший номер всего фестиваля. Естественно, этот номер получит свой приз. Еще такой вопрос, как меняется современное танцевальное искусство в нашу цифровую эру? Находит ли отклик вот этот вот печать вот этой современности нашей, модернизации всего и вся в танце? Мне тоже это очень интересно. Вы уже затронули тему такого новаторства? Она вас тоже привлекает? А в чем это выражается в танце? Как технологии там могут участвовать? Ну, смотрите, тут такой немножко расплывчатый вопрос. Сами технологии мы применяем в танцах? Или просто как они влияют в эту цифровую жизнь? Вот сама цифровая вот эта действительность наша, она как-то на танце вообще отражается? Как человек себя сегодня выражает в руках? Во-первых, в связи с тем, что появилось очень много цифровой, соответственно, возможной индустрии, это повлияло на музыку. Музыка повлияла на танец. Появились новые подстиленные, появились новые танцевальные жанры. Появилась очень новая музыка, которую, конечно, старому поколению очень тяжело воспринять. Но новая сейчас, соответственно, прям делает очень-очень крутые вещи. В прямом смысле слова люди пародируют машины. Есть целые номера, есть целые команды, которые, соответственно, возрождают все старые, как говорится, темы с роботами и так далее. Делают очень много анимэйшн, всевозможные подстили. Это все есть также, помимо всего прочего, делают световые шоу, делают коллаборации с большими, ну, это вот прям в технологическом плане, с большими экранами, с 3D-проекциями, где танцор танцует на сцене, сзади идет какая-то проекция, которая взаимодействует с танцем и так далее, и так далее, и так далее. Ну и в мире технологий это круто, потому что есть еще общение, сейчас очень сильно развиваются соцсети, и танцоры всех стран могут, то есть если раньше нам было непонятно, мы даже не знали, правда ли танцуют где-то за океаном те танцы, которые танцуем ли мы вообще существует, не придумали ли мы это сами в своей голове. А теперь, пожалуйста, ты можешь списаться с любым-любым всемирно известным танцором, следить за его творчеством, свое творчество выкладывать. Вот. Немножко-немножко грустно от того, что от переизбытка информации люди начали ее меньше ценить и относиться, то есть если раньше у нас была ВИЧС-кассета такая старая с чемпионатом батл-лузае. Ну, в общем, будущее присутствует. Я хотела бы этим и завершить программу, потому что, мне кажется, ценно даже в этом фестивале самарский студенческий дебют, увидеть будущее. Вот на этом каком-то переломе времени, в котором мы живем, наши же вот студенты продемонстрируют это будущее в своем творчестве. Мне почему-то кажется, что так и будет. Ну что, спасибо за то, что вы делаете, за участие в таком проекте. Всего самого хорошего, удачи, успехов фестивалю и участникам. Я прощаюсь и с вами. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!